МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский в студии Полина Малюкова. Здравствуйте. Вначале о главном. Президент Тукаев раскритиковал мониторинговые группы. Их работа имеет выборочный, непрозрачный характер. Это привело к росту социального напряжения, особенно среди предпринимателей. Рекордное количество синтетических наркотиков на 24 миллиарда тенге изъяли оперативники Караганды. В результате спецоперации на территории Карагандинской области ликвидировано две нарколаборатории. Третье место в республиканском чемпионате по баскетболу. Для дебютанта, которым является Карагандинская область, это отличный результат. Карантин и ограничения не приносят результата, восстановятся причиной социального напряжения. Такое заявление сделал президент Тукаев на совещании, посвященном борьбе с пандемией. По темпам иммунизации Казахстан значительно отстает от развитых стран. На сегодняшний день прививку от коронавируса получили около 47 тысяч человек. Еще чуть более 137 тысяч получили первый компонент вакцины. Причина такого положения проста – нехватка вакцин. Президент Касымжимар Тукаев раскритиковал компанию по вакцинации населения от коронавируса. По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 1% от населения. Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. Недавно в Москве находился наш премьер-министр Астар Узапавич. Тоже достиг договоренности о дополнительных поставках вакцины. Вслед я звонил президенту России. Теперь мы вынуждены также соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок. Глава государства отметил, что затяжка вакцинации – это не абстрактная проблема. Речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета. Также президент раскритиковал работу так называемых мониторинговых групп. Их работа имеет выборочный и непрозрачный характер. Касымжимар Тукаев отметил рост социального напряжения, особенно среди предпринимателей. Нарекание бизнесменов стало вызывать работа мониторинговых групп. Она порой имеет выборочный, непрозрачный характер. Одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяются вообще. И акцент нужно сделать на системных, злостных нарушителях режима. Проверки мониторинговых групп должны быть заранее зарегистрированы на цифровой платформе, о чем сегодня говорил представитель Атамикен Аблайм Рзахметов. Это позволит систематизировать деятельность мониторинговых групп, исключить факты их недобросовестного поведения. При прокуратуре должен функционировать колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Президент поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также высказался о постепенном снятии ограничений, наложенных на бизнес. В то же время мы сегодня должны принять еще одно важное решение. Имея в виду, что правительство все же сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему, в первую очередь путем массовой вакцинации уже в апреле, то есть в этом месяце, с начала мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере услуг. Таким образом, апрель станет решающим в плане борьбы против пандемии. Касымжи Мартукаев еще раз отметил, что апрель станет решающим в борьбе с пандемией. Этот месяц также должен показать способность нынешнего правительства справиться с ситуацией. Алексей Владимирович, ранее я вам говорил, что на данный период министр здравоохранения ключевая фигура в правительстве. У вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Об этом я вынужден сказать. Это касается не только министра здравоохранения, но и правительства в целом. Тем временем в Казахстане отмечается резкий всплеск инфицированных COVID-19. За прошедшие сутки в стране подтвердилось 2077 новых случаев. В Караганде из-за роста заболеваемости началась расконсервация госпиталей. А в Минздраве видят как минимум три сценария развития событий. При пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в апреле-июне достигнет 370 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться около 190. По второму реалистичному сценарию прогнозное число на тот же период – порядка 250 тысяч человек. В самом оптимистичном случае к началу лета заболеет 140 тысяч казахстанцев. Более 70 тысяч госпитализируют. «Система здравоохранения способна справиться с нагрузкой по реалистичному сценарию развития эпидемии. В этой связи ограничительные меры принимаются локально и дифференцированно, как на страновом, так и на региональных уровнях. Наращивание темпов вакцинации позволит минимизировать ограничительные меры и вернуться к жизни общества до пандемического периода». Скорость распространения ковида связывает с изменениями в геноме вируса. Циркуляция британского штамма выявлена в Алматы, Нур-Султане и в Акцубинской области. Также в Алматы выявили южноафриканскую мутацию. Набирает обороты прививочная кампания. «Сегодня по истечении двух месяцев с начала кампании вакцинация против КВИ показала свою эффективность и безопасность, а также повысила доверие среди населения. На 1 апреля 2021 года обеспечена доступность вакцинации 300 тысячам граждан. В течение апреля планируется поставка дополнительно более 2 миллионов доз вакцины. До первого полугодия планируется привить порядка 6 миллионов казахстанцев. Данные объемы вакцины позволят максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против КВИ и доступность вакцинации всем желающим на безвозмездной основе». Медики всей страны в полной готовности. В резерве 51 тысяча койко-мест в инфекционных стационарах. При их 70-процентной загруженности вовлекут дополнительные объекты. Стоит отметить, что оказание плановой специализированной медицинской помощи приостанавливать не будут. «По состоянию на 1 апреля текущего года для оказания медицинской помощи больным с КВИ в республике задействовано 258 инфекционных стационаров с коечным фондом 25893. Занятость составляет 33%, реанимационных коек занято 20%. В марте также отмечается рост летальности. От КВИ скончались 288 больных. В том числе за последние две недели летальность увеличилась в 2,7 раза». В Карагандинской области за прошедшие сутки 144 новых случая заболевания. По сообщению руководителя управления здравоохранения, в Караганде из-за роста заболеваемости началась расконсервация госпиталей. В резерве более 2000 коек. В общей сложности уже развернули почти 700 койко-мест. До следующей недели планируется открыть еще 400. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Рекордное количество синтетических наркотиков на 24 миллиарда тенге изъяли оперативники Караганды. В результате спецоперации на территории Карагандинской области ликвидировано две нарколаборатории. На кадрах оперативной съемки полицейское спецподразделение задерживает предполагаемых производителей синтетических наркотиков. На днях были ликвидированы сразу четыре нарколаборатории. Две из них находились на территории Карагандинской области. В ходе обыска у задержанного изъято более трех килограммов готового наркотического средства мифедрон и 35 литров того же наркотиков в жидком виде. Кроме того, обнаружено 3000 литров жидких и около 50 килограммов сыпучих прекурсоров, применяемых при изготовлении наркотических средств. В результате проведенной спецоперации сотрудниками Департамента Карагандинской области выведена деятельность нарколаборатории по производству синтетических наркотиков. 31 марта в Акмальдинской области задержан один из организаторов указанной группы. В ходе проведенных обысковых мероприятий изъято более трех килограммов готового наркотического вещества мифедрон, 35 литров в жидком виде данного вещества, а также 50 килограммов сыпучих прекурсоров, 3000 литров жидких прекурсоров, применяемых при изготовлении наркотических средств. Ранее сотрудниками полиции были задержаны активные участники. Указанные группировки задержанные вели свою преступную деятельность на территории Карагандинской области, Паладарской области, в городах Нур-Султан и Алматы. В данный момент назначены соответствующие экспертизы и проводят расследование. Полицейские также отмечают, что из-за оборота незаконной деятельности группы изъято более 50 килограммов готовых к сбыту наркотических средств. Это около 100 тысяч разовых доз. Их цена на черном рынке составила бы около полутора миллиардов тенге. По словам экспертов, из изъятых компонентов фигуранты могли бы изготовить около полутора миллиона доз на сумму 24 миллиарда тенге, которые могли бы разойтись по всей стране. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 5 апреля синоптики прогнозируют потепление и таяние снега. На сегодня из населенных пунктов Карагандинской области вывезли почти 2 миллиона кубометров снега. В регионе на особом контроле 139 поводкоопасных участков. Как планируют предотвращать приход большой воды, рассказали на брифинге в региональной службе коммуникаций. Заместитель Акима области, ответственный за прохождение поводков, считает, что подготовка в регионе достойная. Регулярно измеряется толщина льда, мониторит состояние уязвимых населенных пунктов. На уровне областного штаба производятся еженедельные выезды на места опасных участков. Буквально на прошлой неделе мы с Муратом Косяновичем в Верховье Нуры заезжали. Снег еще лежит, еще очень плотный, больше метра. Интенсивное таяние, как я в своем докладе отметил, что оно начинается вот буквально сегодня-завтра в связи с повышением температуры. Но ночные температуры пока, а вот пару дней будут у нас еще минусовые, дальше пойдут плюсовые. То есть угроза паводка будет возникать даже в ночное время. Еще несколько лет назад жители поселков Мустафина, Нуринск, Кокпект и Чкалово с ужасом ждали прихода весны. После трагедии 2015 года в регионе к паводкам подходят с особой серьезностью. На сегодня специалисты уверяют, прямой угрозы для этих населенных пунктов нет. Как уже сказали, 220 километров было возведено различных защитных сооружений в виде валов. И в частности, если говорить про эти населенные пункты, то непосредственно поселок Габидена Мустафина защищен большим защитным валом протяженностью 6,5 километров. Он практически защищается населенный пункт со стороны правого берега реки Нура. Чкалово, Садовое, также на территории Бухаржавского района, они также защищены большими защитными валами. В селе Чкалово защитный вал протяженностью 2,4 километра. Он защищает практически 80% территории населенного пункта, укреплен системой габионов. Село Садовое, оно практически 100% защищено большим защитным валом протяженностью 3,6 километра. Поэтому такой как бы явной угрозы этим населенным пунктам нет. 3,7 миллиарда в тенге в этом году из местного бюджета выделили для чрезвычайного резерва неотложных нужд, а также предупреждений и ликвидации ЧАЭС. 1,3 миллиарда пойдут только на ликвидацию чрезвычайных случаев. Пострадавшим от паводков выплатят компенсации. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И в продолжении темы. Сегодня особое внимание городских властей уделено уборке и вывозу снега из дворовых частных домов, а также прочистке ливневой канализации. Власти призывают владельцев частных домов в срочном порядке очистить свой двор. Если центральные улицы города зимой худобедно, но все-таки убираются, то вот в отдаленных местах скапливается много снега. Если не убрать его, то большие потоки талой воды хлынут во дворы и подвалы домов. На сегодня из частного сектора Казабикбейского района Караганды вывезено более 120 тысяч кубометров снега. Очищено 75 улиц. Особое внимание уделено прочистке ливневой канализации. Касательно ливневок, у нас получается 75 ливнеприемников и водопропускных труб мы уже очистили. Более 5700 метров ливневок открытого типа очистили уже. Работы продолжаются. Задействованы техники у нас порядка 15 погрузчиков и 45 самосвалов. Это только на уборку улиц частного сектора. В районе имени Казабикбей расположено 66 улиц, которые весной чаще всего подвергаются подтоплению. Районные власти заготовили более 5500 мешков с песком. Не остается без внимания и обращения граждан, заявляют чиновники. Получается, с 19 марта поступило у нас 34 обращения об угрозе подтопления домов частного сектора. Все данные жалобы отработаны. Работа продолжается. Противопаводки мероприятия находятся на особым контроле. В противопаводковых мероприятиях задействованы все коммунальные службы, военнослужащие, а также подразделения управления по чрезвычайным ситуациям. В то же время власти призывают владельцев частных домов в срочном порядке очистить свой двор. Ведь уже через несколько дней начнется интенсивное снеготаяние. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Новая спортивная точка притяжения, освещение во дворах и нехватка средств на ремонт крыш и фасадов. Глава Казабикбийского района Нурлан Рыстин провел традиционный прямой эфир «Час Акима». За 60 минут чиновник ответил на сотню вопросов горожан. Карагандинцы надолго запомнили масштабный ремонт крови или фасадов прошлого года. Объемы работ впечатляющие, а вот качество хромало. Жители ожидали продолжения в этом сезоне, но чиновник отрезал. Денег не хватает. Прошлый год был очень сложный. Мы весь год жили в период пандемии. Соответственно, налоговые поступления в бюджет, они очень сильно упали. На текущий год в бюджете на все денег не хватает. Соответственно, на ремонт фасадов и крови в текущем году пока финансирование не поддержано. Поэтому я пообещать, вот поле, пола, я три, не могу пообещать, что мы в текущем году сделаем, потому что я не знаю, будет ли финансирование на ремонт фасадов и крови. Фраза о нехватке средств в бюджете за час прямого эфира звучала неоднократно. Например, вывозить снег и лед с дворовых территорий жильцам предлагают за свой счет. Расчистка подъездных путей – так серьезная нагрузка для коммунальщиков района. Мы чистим дороги, мы чистим заезды во дворы, мы чистим проезды контейнерным площадкам. Непосредственно территорию самих дворов мы не можем чистить. Во-первых, мы ни физически не сможем, ни на это финансирование у нас нет. Что касается именно очистки дворовой территории, здесь нужно работать вам со своим органом управления с КСК. Но надо понимать, что просто так КСК тоже не смогут взять и пойти почистить. То есть для этого они должны нанять технику, произвести какие-то разовые сборы жильцов домов. Не знаю, там по 200, может по 300, по 500 тенге. Нанять технику и прочистить дорогу непосредственно в самом дворе. Да, мы в отдельных случаях где-то прорабатываем вопросы во дворах, ну где прям действительно какая-то критическая ситуация. Справедливыми назвал Аким жалобы жителей станции Михайловки и Федоровки. Социальная инфраструктура, детские городки и спортивные площадки в этих районах отсутствуют. Заняться вопросом вплотную чиновники планируют уже в этом году. В текущем году, да, мы планируем установки три детских игровых и три спортивных комплекса по сектору Федоровка. На станции Большая Михайловка мы планируем установить многофункциональное футбольное поле обязательно. Мы установим, сейчас вот место подбираем, мне там предложили несколько мест, а там даже есть одна небольшая городская такая свалка, несанкционированная, мы планируем ее зачистить и прямо на ее месте поставить футбольное поле. Соответственно, рядом будут спортивные тренажеры с дорожками к этому полю ведущими, то есть сделать так называемую точку притяжения спортивную. Есть планы, в текущем году мы планируем немножко больше уделить внимание как станции Большая Михайловка, так и Федоровки сектору. Освещение на улице Шахтеров появится, как только ответственность за столбы перейдет от отдела строительства районному Акимату. Планирует обустроить пешеходную дорожку к 101-й гимназии. Всего за час Нурлан Рыстин ответил более чем на сотню вопросов. Прямые эфиры проходят каждую неделю по четвергам на официальной странице Акимата в Инстаграм. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Не профессия, а образ жизни. В первое воскресенье апреля свой профессиональный праздник отмечают казахстанские геологи. Это люди, для которых горные породы и полезные ископаемые не просто камни, а главное увлечение и основа экономики государства. С кем же обсуждать важность этой специальности, как не с ведущими профессорами страны? Наука геология появилась давно и не теряет своей актуальности. Особенно для такой богатой на полезные ископаемые страны, как Казахстан. Только в Караганде восемь шахт и более тридцати карьеров. Перспективность развития этой специальности очень большая, потому что востребованность геологов и геофизиков, которые мы готовим, тоже в Казахстане очень большая. В Казахстане развивается в последнее время много развития полезных ископаемых, дообучая разведка полезных ископаемых. Поэтому специалисты в этой отрасли очень востребованы. В шахтерской столице более 15 инженерно-геологических организаций. Кроме того, такие специалисты предусмотрены на любом добывающем предприятии. Спектр деятельности широкий. Основными проблемами в современной геологии специалисты считают недостаточный уровень образования и сложности привлечения спонсоров к новым разработкам. Если когда-то мы говорили, когда-то говорили, что нам хватит на тысячу лет, на тысячу лет месторождения, которые разведывали раньше геологи. Это надо, это добывать. Да, но сейчас потихонечку, месторождения вовлекается в отработку. Почему? Потому что идет инвестирование. Понимаете, программа в чем-то? В том, что мы сами можем разрабатывать, но, может быть, для того, чтобы интенсивно разрабатывать, надо привлекать инвесторов. То есть, откуда-то привлечь деньги. Для того, чтобы привлечь деньги, необходимо показать вот товар. И у нас очень много месторождений, которые являются перспективными с точки зрения отработки. Но нужны инвесторы. Геологов высокого класса от бакалавров до докторов науки готовят в Карагандинском техническом университете. Студенты обучаются на самом современном оборудовании и в последующем без труда находят работу. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинская баскетбольная команда стала бронзовым призером шестого тура республиканского чемпионата. Стоит отметить, что карагандинские баскетболисты стали дебютантами высшей лиги. Центровой баскетбольной команды Караганда Николай Муха самый высокий игрок. Его рост составляет 2 метра 10 сантиметров. Николай легионер, он приехал из Саратова. Баскетболом занимается 7 лет. Тренировки проходят 6 дней неделю по 2 тренировки. У нас отличный коллектив, который хочет развиваться, прогрессировать. Очень требовательный тренер и требовательное руководство. Тренировки проходят в очень жестком теме. Тренирует команду известный в баскетбольных кругах Александр Тютюник. Он один из тех, кто стоит у истоков создания молодой профессиональной команды. По словам Александра, баскетбол в Карагандинской области развиваются хорошими темпами. В планах организовать при клубе детскую школу. Сейчас, я надеюсь, под клубом будут дети специальные, которые будут расти, подкреплять клуб со временем. И так, я думаю, что молодежь будет у нас расти. Хотелось бы, конечно, побольше залов бы у нас построили, чтобы туда детей запускали бесплатно, чтобы больше народу было. И тогда будет все. 15 марта баскетбольному клубу Караганда исполнился всего один год. В республиканском чемпионате среди мужских команд высшей лиги карагандинская команда принимала участие впервые и сразу заняла призовое место. Турнир стартовал 23 октября и прошел по гладкой системе. То есть, итоговые места определялись по результатам регулярного чемпионата. Шесть команд провели по 24 встречи. Воудушевленные первым результатом спортсмены подняли планку. Ну, минимум задачи на следующий сезон мужского клуба это стать серебряными. И задача максимума у нас сейчас стоит первые два-три сезона это попасть в национальную лигу. Так как по линии федерации республики Казахстан проводятся две лиги. Высшая лига и национальная лига. А национальная лига считается ну, как бы, это уже высшее достижение. Почему? Потому что там и бюджеты совсем другие, там собраны самые лучшие игроки и приглашают туда именно очень легионеры очень хорошего уровня и высокого качества. В прошедшем чемпионате первое место занял Петропавловский Барс. Серебро досталось Казыгурту из Шимкента. В конце мая каргандинские баскетболисты отправятся на учебно-тренировочные сборы в Алматы. Затем восстановительный период на Балхаше и подготовка к новому сезону. Андрей Танаман Кужанов Андрей Тимофеев Первый Карагандинский На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649 Берегите себя носите маски и сохраняйте дистанцию. Ну а мы будем и дальше держать вас в курсе всех событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова